Не ожидал я, конечно, такого от сериала Король и Шут, но появился момент, который многое портит. Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School. И сегодня мы с вами обсуждаем, чтобы вы думали, конечно же, третью серию Короля и Шута. Но прежде чем мы начнем, я хочу попросить вас подписаться на наш канал, поставить этому видео лайк, рассказать о нем друзьям, пройти по всем ссылкам в описании, особенно зацените наш бусти, пройти на донейшн-алерты, что-нибудь там оставить на Роллтоне, например. И немаловажно также, чтобы вы посетили наш Твич. Теперь, собственно говоря, к делу. Давайте отработаем снова все претензии к сериалу. И опять же, я наткнулся на такие претензии, как, например, неканоничность. Правда, уже становится смешно от того, как фанаты борются за каноничность, как фанаты хотят увидеть один в один, чтобы все было вот по биографии прям горшка. Но, ребят, напоминаю, мы смотрим с вами художественное произведение, а не биографическое. Это основано на историях и жизни группы Король и Шут. Но ни в коем образом создатели не ставили себе цель показать все один в один. Иначе бы это было, во-первых, долго. Во-вторых, вам мало было бы интересно смотреть, как горшок встает, завтракает и так от серии к серии. Есть свой художественный концепт. И художественный концепт, кстати, работает. Чем нас порадует третья серия? Предыдущие две были такие более яркие какие-то, более солнечные. И нас познакомили, естественно, с антагонистом, главным деваном Горшка Шутом. Помните мою претензию, что Шут переигрывал? Так вот, мы видим нового персонажа. Это Анфиса. Анфиса Горшенева. Ну, в будущем Горшенева, конечно же. Этот персонаж представляется как девушка Горшка в сериале. Она нереально раздражает, она нереально пафосная, она безоснованно агрессивная. Но в плане нее, это вот все переигрывание, оно работает. Видите ли, создатели специально сделали персонажа таким, чтобы он раздражал. Во-первых, чтобы мы ее возненавидели моментально. А во-вторых, ее, скорее всего, покажут вот сейчас в третьей серии, может быть, немножко в четвертой серии. Вот и все. Также этот персонаж появляется в фэнтезийной части, и ее изображают в качестве повелительницы мух. Из песни, кстати, помнят, с горечью древляни. Нам показывают, как она утягивает горшка на дно, как горшок ее на дно утягивает. И у них взаимное такое вот дно падового просто происходит. Еще немножко про Анфису добавлю. Вот такой момент насчет, опять же, якобы каноничности. Кем Анфиса Горшенева являлась при жизни? У меня, к сожалению, нет на руках книги официальной от Блунова. И есть множество, большое количество книг непосредственно. У меня такой информации нету. Я только могу судить по интервью и каким-то отдельным таким отрывистым высказываниям участников группы, какой была все-таки Анфиса Горшенева. Анфиса Горшенева при жизни была агрессивной. Но отмечала, что агрессивной она была непосредственно к тем, кто ее раздражал. А чаще всего это были чужие люди. То есть к ребятам из группы она относилась вполне себе более-менее как бы хорошо. Ну, судя по тому, что я нашел. Если я ошибаюсь, вы меня, конечно же, поправьте. Анфиса утаскивала Горшенева на дно вот в это вот употребление запрещенных веществ. И он ее утаскивал. Просто там как получалось? Горшенев хочет слезть, Анфиса его тащит. Анфиса хочет слезть, Горшенев ее тащит. И у них происходило вот такое взаимосаморазрушение. Чем же все-таки закончилось? Возможно, это спойлер. Я еще не знаю, четвертую серию не видел. Закончилась их история любви тем, что как-то Анфиса пришла к родителям непосредственно Михаила и попросила денег под предлогом якобы, что у Михаилу какие-то проблемы со здоровьем. То есть просто у него там какие-то проблемы серьезные были. И родители Михаила решили проверить, что же там у них с сыном происходит. И они увидели его в состоянии вот, ну скажем так, в хмуром состоянии. Они его увидели и совместно с ребятами из группы они решили просто разделить Михаила с Анфисой. И они даже заочно вроде бы как разогрелись. Анфиса не страдала жестко, она каких-то негативных чувств к горшку не испытывала в дальнейшем. И вполне себе, ну, позитивно к нему продолжала относиться. Сама же Анфиса умерла от цирроза печени в 2009 году. Теперь давайте по самой серии, как она построена и что интересного я увидел для себя. В этой серии Михаил уходит на второй план. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы показать, как его вот эти отношения давят просто. Потому что больше выделяется, конечно же, мадам Анфиса. Единственный момент, где Михаил вроде как оживает, как персонаж, это момент, когда они пишут письмо гневное в наше радио. Кстати, очень забавный момент, и актеры очень классно отыграют вот эти вот горшковские такие ужинки. Вот эти, ну блин, ну емое. Мы снова видим клоуна. Мы также видим интересный момент, то, что вот срисовали сцену один в один с одного из фестивалей, когда Горшенева реально князь спас от пиротехники. Ну, практически один в один, потому что ценители и стражи каноничности все-таки еще отзываются о том, что у него в реальности была другая прическа. Ну, фэнтезийная часть. Во-первых, снова претензия была. То, что вот показали, то, что Горшенев такой. Там что-то они с князем договариваются, как они будут спасать принцессу от колдуна. Там договариваются, что типа брат за брата. Там вот какой-то такой разговор у них был. И Горшок снова попадает в передрягу. Только повелительница мух теперь. И претензия основывается на том, что типа Горшок не растет. Он только что там обжегся об лесняка и все равно куда-то отправился. Там какие-то проблемы искать. Ой, господи. Пока что третья серия. Ребят, фэнтезийная часть только началась по сути. И персонажу Горшка, фэнтезийного Горшка, еще расти пока некуда. И в фэнтезийной части, не буду спойлерить ее основной как бы замут. Потому что, ну, все-таки он классный. Вы увидите отсылки как и к Дураку и Молнии. Вы увидите отсылки и к Помню с Горечью Древляни, как я рассказывал. Ну и, собственно, вы сами посмотрите и скажете, какие еще отсылки вы видели. В целом серия неплохая, но она мрачнее, чем предыдущие две серии. И наша новая рубрика новости сериала Деланье. Видео успех сериала Король и Шут. Мы в скором времени, ну как в скором, не знаю в каком времени, но увидим сериал по Сектору Газа. Так, ну и давайте договоримся так. Чтобы у нас не получилось конвейера, какой планируют все-таки сериалы Делы. В плане того, что сейчас Сектор Газа. Потом я не знаю, про какую еще группу буду снимать. Чтобы у нас не получилось такого же конвейера, но только про сериал Король и Шут. Давайте договоримся 50 лайков и мы снимаем реакцию на четвертую серию. Но если лайки заканчиваются, конечно же, мы досматриваем сериал до конца. И когда он только закончится, тогда выдадим полную вам рецензию. А на этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте об этом видео. Проходите по всем ссылкам в описании. Записывайся на занятия, понял? И до новых встреч. Всего вам доброго, ребят. Блуждают тени возле дома разных сказочных зверей Исчезнут и возникнут снова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова